Два года с того момента, как Путин сказал, что частичная мобилизация оглашена, я так понимаю, она и не подписывалась, что она завершена, но большинство подписывают контракты, там 2 миллиона и больше, особенно в Москве и Петербурге. Боится ли Путин дальше проводить именно мобилизацию или как это можно очертить, потому что он и не закрывал ее и не оглашал, что нужно дальше продолжать? Конечно, боится, но других способов пополнения своей армии у него не осталось. Несмотря на то, что он прекрасно осознает все риски, которые влечет дополнительный набор живой силы в армию агрессора, когда два года назад мобилизация стартовала, сотни тысяч моих сограждан покинули страну. И это были не самые глупые граждане, это были добропорядочные граждане, которые не хотели идти в чужую страну убивать украинцев. Путин потерял очень много рабочих рук, квалифицированных специалистов. Естественно, все это уже раздевалось на российской экономике. Значительная часть тех, кто два года назад начала призываться в армию, она уже либо утилизирована, либо непригодна для дальнейшего использования. Вы знаете, самые разные цифры называются от 300 тысяч, это понятная минимальная цифра, которая официально озвучивается. И независимые источники говорят и о полумиллионе, и даже больших цифрах. И значительная часть этих людей, она либо была убита, либо была ранена и вернулась на фронт, либо была ранена и уже не смогла вернуться на фронт, потому что по статистике каждый шестой раненый, он превращается в инвалида, не способного к ведению боевых действий. Ничего хорошего ему мобилизация не принесла. Он старается использовать добровольцев, так называемых, которые за длинным рублем будут убивать украинцев. Принудительный набор большого числа людей, не желающих воевать, приведет к политическим, социальным, экономическим проблемам в России, конечно, однозначно. А сейчас, Максим, можно ли говорить о том, что экономические проблемы уже назревают именно для населения? Потому что понятно же, что все деньги идут на военно-промышленный комплекс, и вот в 2025 году уже говорят, что на четверть тоже увеличат финансирование ВПК. Но вот кто работает на войну, тот получает сейчас деньги. Но мы понимаем, что это рано или поздно кончится, и что тогда? Это рано или поздно действительно закончится, очень печально. Если даже не брать моральную сторону вопроса, да, и вопрос возмездия тем, кто работал на войну, а это будет, будут наказаны в той или иной мере все сопричастные к этой агрессии и к уничтожению моей Родины. Потому что Путин в первую очередь воюет с моим же собственным народом. Он за последние 15 лет вымарил 9 миллионов русских, процент русских сократился в самой России с 78 до 70 процентов. Он вымаривает национальные окраины, он оставляет там просто обезлюдившую пустыню и отправляет вот этих нищих людей, одурманенных, на войну. Смотрите, в экономике российская очень серьезная проблема, она перегружена военными расходами. И хотя это вызывает временный всплеск экономический, скажем так, он потом очень больно отзовется. Сейчас зарабатывают хорошо кто? Военные. Ну, не те военные, которые идут в штурмы, да, а вот ожиревшие полковники, майоры в штабах, которые сидят где-нибудь в 50 километрах от передка и благополучно всем этим заправляют. Для них не война просто, а мать трудна в данной ситуации. Там получают по 300 тысяч, окружены заботой, социальными гарантиями и все такое прочее. Значит, в связи с большим оттоком рабочей силы и в связи с тем, что очень много денег вкидывается в войну, стало не хватать рабочих рук. Сейчас подтягиваются к уровню зарплат военных, даже зарплаты таких неквалифицированных людей, там, как курьеры, например, да, или таксисты, это все идет в рост. Самые пострадавшие от войны – это российские пенсионеры, их огромное количество. И если брать вот как раз точку, да, которую вы говорили, объявление о мобилизации два года назад и нынешний момент, то в среднем цены на потребительские товары в России выросли на 72%. Можно говорить, что к началу следующего года они вырастут практически вдвое. Естественно, что люди социально незащищенные, такие как пенсионеры, все это чувствуют на себе. Далее, сейчас образуется в финансовой сфере очень такая напоминающая 90-е годы ситуация, когда у людей были деньги, но они были ничем не обеспечены. И эти деньги находились в сбережении в банке. И в результате этого случилась та ситуация в 90-х, когда деньги быстро обесценились и были девальвированы. Когда фактически вклады были обнулены. Вот в современной России вкладчикам угрожает именно такая ситуация, потому что так называемый навес из вкладов, да, он становится все более и более угрожающим. Так что перспективы для противника очень плохие, с учетом того, что он еще вкладывает огромные ресурсы в закупку вооружения в Иране, в Северной Корее. И эти ресурсы благополучно уничтожаются, что не может не радовать. Расходы, вот я немножко подчеркну, да, сколько он тратит на убийства и сколько тратит на мирную жизнь. Министерство образования получает на год полтора триллиона долларов. Спорт и физкультура порядка 500 миллиардов долларов. Если до полной масштабки Путин тратил на военную промышленность, на поддержку армии около 5 триллионов долларов, то сейчас эти цифры перевалили за 10 триллионов, будут приближаться к 15, то есть фактически будут составлять уже более трети до половины бюджета России. Такого никакая экономика в мире не может выдержать. Путин показывает четко, что ему важнее убивать украинцев, чем делать жизнь своих сограждан благополучной. Один из самых недавних примеров, во время массированного обстрела Киева, просто в водохранилище попала ракета Х-101. Она стоит 1 миллиард 400 миллионов рублей. Сколько школ и больниц можно было построить на эти деньги, вместо того, чтобы глушить рыбу в Днепровской воде? Продолжение следует...